Слушайте Радио Теос Теос.фм Бог в помощь Хитростями до магнетизмом, счастья, любви не добьёшься Но тогда скажите, как достичь его Наши эксперты знают Передача «Формула семьи» на Радио Теос Добрый день, дорогие радиослушатели Сегодня с вами, как обычно, «Формула семьи» по будням в 14.00 Сегодня у нас 3 июня, 16-й год на дворе И в студии у нас Юрий Пожидаев и Эльвир Чепенко Здравствуйте Одновременно мы с вами здравствуйте У нас просто синхронное плавание Неужели, неужели нам уже, уже пишут нам сообщение Галина из Москвы нас приветствует А по-моему, Галина в прошлый раз, она очень активна была Да, она всегда с нами Спасибо, что вы с нами Спасибо, Галина, да, пишет «День добрый», приятно вас видеть Ну а мы сегодня поговорим на тему защити своего ребёнка У меня детей пока нет, поэтому экспертом у нас будет выступать Юрий Да, у меня двое У нас вся неделя приурочена к Дню защиты детей, который празднуется 1 июня Это международный праздник Я, кстати, не знала, что международный, потому что есть ещё несколько всемирных дней детей, которые осенью там один проходит Я думала, это только российский праздник, но оказывается нет И сейчас буквально на минутку краткая справка, что это вообще за день такой Значит, в 1949 году было принято, что 1 июня, в первый день лета, будет праздноваться День защиты детей Это решение было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии Вот так-то И этот праздник, он приурочен, и вообще он напоминает взрослым о том, что нужно сохранять права детей Ну какие-то там могут быть права, да, это право на жизнь, на свободу, на религию, на отдых На то, что нельзя использовать детей в качестве труда такого незаконного, нелегального, в качестве рабсилы и так далее Дети в целом составляют примерно 20-25% населения в каждой стране И в каждой стране разные есть угрозы Вот в развитых странах это может быть пристрастие к телевизору, компьютерным играм В Западной Европе озабочены ученые, социологи слишком ранним сексуальным развитием детей В Японии опасность видят в том, что разрушатся традиционные методы воспитания Вот интересно, но она в принципе закрытая страна А в странах Африки и Азии детям угрожают такие опасности, как голод, спид, неграмотность, военные конфликты Но как-то не встает рядом в сравнении с компьютерными играми Но тем не менее опасность такая есть Юрий, какие опасности поджидают детей наших в России? Опасностей много на самом деле, которые поджидают наших детей И конечно же мы как родители, особенно славяне, мы хотим своих детей особым образом сберечь И вот мы так их сильно бережем и стараемся беречь И если мы слышим какую-то новость, которая касается какого-либо ребенка То всегда екает сердце и всегда мы уже где-то виртуально, по крайней мере, встаем на защиту Ну друзья, мне сегодня хотелось бы, может быть кто-то читал, а кто-то нет Вот была такая нашумевшая статья в новой газете Когда была? Ну она, наверное, недели две назад А, то есть свежий материал Ну да, свежий достаточно материал Галина Мурсалиева, группа смерти Была такая статья, она вот как-то таким клином прошла по всем средствам массовой информации И вот корреспондент раскрывала группы в контактах, в социальных сетях Раскрывала, что существуют такие группы, которые вербуют подростков и которые доводят их до самоубийства И там целое расследование, и конечно подключилась сюда и прокуратура, подключились средства массовой информации Вот пытались найти всех этих преступников, и вот все кричали Как же так, надо все это запретить Но у нас обычно вот в нашей культуре, вот в российской нашей культуре, мы вот если что-то не так, это нужно срочно запретить У нас вот всегда такая какая-то политика существует, что нужно запретить Это просто легче, чем объяснить, Юрий Ну это легче, чем объяснить, конечно И вот мы, я думаю, что одна из наших больших проблем в воспитании детей и в том, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни Заключается в том, что мы все запрещаем ребенку Вот это не трогай, это нельзя и так далее и тому подобное И вот в этой статье там была такая Ева Рейх, которая создала вот эту страничку в социальной сети Вот по суициду, да, где говорилось о суициде Где говорилось о том, что если жизнь не нравится, то эту жизнь надо оставить, покинуть Вот по-другому говоря, это черная госпожа Оказалось, что это дама, ей всего 13 лет, и она живет в городе Омске, и вот против нее такая охота началась и так далее Но, друзья мои, ей всего, да, 13 лет А сколько группа насчитывала подписчиков? Я, к сожалению, не знаю, но там достаточно много Вообще подростки, большая часть наших подростков, да и не только подростков, сидят в интернете Я узнаю, недавно узнал такую семью, что папа запрещает сыну играть в танночки, а сам играет в танночки Смешно Ну, смешно, да Вот, и пользуется при этом аккаунтом сына своего собственного Это смешно И вот мне кажется, что порой мы начинаем бороться с какими-то ведьмами Мы начинаем что-то выискивать Вообще, для меня большой вопрос Вот ребенок воспитывается в нормальной семье Вот там как раз писали в этой статье в новой газете о том, что дети воспитываются в богопоучных семьях И вдруг, откуда ни возьмись, эти дети лишают себя жизни Друзья мои, вот мне кажется, что это немножко как-то диссонирует Мне кажется, что это какое-то напряжение должно у нас в голове возникнуть Вот если это богопоучная семья То как? Зачем? Как возможно? Как так происходит, что интернет становится главнее, чем мама, которая положила всю жизнь на ребенка Чем отец, который трудится с утра до ночи, добывая хлеб насущный Как это происходит? Юрий, но ведь подростки это очень уязвимые люди Потому что это тот возраст, когда ты уже отрекаешься от родителей Потому что ты хочешь почувствовать свою самостоятельность Но при этом у тебя еще нет ни сил, ни возможности действительно стать самостоятельным Мы поговорим, конечно, об этом Вот опять же вопрос, который у меня возникает Друзья мои, я хочу вам задать этот вопрос И, конечно, буду постепенно отвечать на этот вопрос Вот почему уходят из жизни, в которой все есть, наши дети, все есть Чтобы жить, чтобы радоваться Есть семья, есть школа, есть удовольствие Есть перспективы, есть МГУ, есть метро, есть айфоны Почему? Вот с вашей точки зрения Почему дети уходят из жизни? Если у вас есть ответ на этот вопрос Позвоните нам, пожалуйста, в прямой эфир Расскажите ваши мысли, ваши переживания, ваши доводы на этот счет Мы будем вам очень и очень признательны Ну, как ты ответишь сама на этот вопрос? Я задумалась об этом Наверное, есть вещи, которые важнее, чем все, что вы перечислили Все вот эти блага земные Если нет любви между родителями и ребенком Если нет дружеских отношений Если ребенок чувствует себя в одиночестве Ну, подросток, да? Будем говорить про подростков Если начали на эту тему Ну, какая разница, сколько у меня велосипедов, айфонов, квартир и прочее Если у меня никого нет, с кем я могу пообщаться Кто может проявить ко мне свою любовь И кого я могу любить Да, конечно, я согласен с Эльвирой И, друзья мои Любой ребенок гораздо больше зависит от ближайшего окружения в реальной жизни Чем от тайных сообществ в интернете И мы должны это понять Потому что мне кажется, что слишком много шумихи в отношении интернета И мы думаем, что интернет — это вот такое зло, которое нужно запретить и так далее и тому подобное Мы вот запрещаем, а отношения-то мы не выстраиваем Мы кладем все свои силы, чтобы запретить и контролировать Сейчас, вот я знаю, в МТС есть там специальный, как это называть, тариф или что Когда ты контролируешь своего ребенка Ты по телефону можешь отследить, куда он пошел Ну и так далее То есть мы можем контролировать свой аккаунт Или мне очень нравится взрослый доступ на компьютерах То есть детский доступ и взрослый доступ Вот вопрос Если ты не хочешь, чтобы твой ребенок посещал порносайты и прочую-прочую ерундистику Почему ты сам это делаешь, но при этом устанавливаешь ему детский доступ? Ну вот опять же Конечно, например, мой Саша, которому 10 лет, он берет мой айфон в руки и он смотрит Он, значит, просматривает, он любит читать мои сообщения Я говорю, Саша, это не очень хорошо читать мои сообщения, но я понимаю, что ему очень интересно И он мне иногда задает вопросы Сегодня, кстати, если Илья нас слушает, он прочитал нашу переписку и спросил А кто такие баптисты? Я ему вот объясняю И он мне задает вопросы И он видит, какие у меня фотографии в Инстаграм, кому я пишу ВКонтакте То есть вы пример То есть телефон должен быть открытый Да, конечно, у меня есть еще 4-летний сын, который пока не умеет читать, но может стереть абсолютно все Потому что он такой у нас маленький разрушитель Но телефон открытый, у меня нет специального доступа Доступ у нас, есть один компьютер, который мой, макбук И там Саша занимается английским языком, там с бабушкой И он может там что-то посмотреть, где, что и так далее Это вот так должно быть Доверие Должно быть доверие А когда этого доверия нет Так когда вот какие-то вещи прячутся Ребенок, он понимает, что от него что-то прячет У него возникает очень большой порог любопытства И, конечно же, он потом пойдет туда И возьмет то, что вы от него прячете Друзья, вот в подавляющем большинстве случаев Суицидальным попыткам предшествуют серьезные конфликты с родителями Учителями, сверстниками Эти депрессивные эпизоды, эмоциональные потрясения Развивающиеся зависимости, пищевые расстройства И статистика однозначно указывает Что интернет не только не является фактором Провоцирующим рост подросткового суицида Но скорее дает обратный эффект Потому что в интернете В каких-то определенных сообществах Наши дети, наши подростки Они могут быть сами собой Вот интересно Я думал об этом, интересная мысль Вот быть самим собой И я часто вот на своих лекциях Часто в личных персональных беседах Я затрагиваю всегда эту тему Быть самим собой Я в октябре поеду в Минск Буду читать лекции по семейной психологии И одна из тем, которую я возьму И хочу взять ее Чтобы супруги научились быть сами собой Мы из ребенка делаем Ну, кого-то Вот точно не его Не кем он хочет быть А что-то вот, ну, я не знаю Какое-то такое существо Которое должно быть кем-то Которое должно соответствовать С каким-то определенным Я не знаю Образом, ожиданием Этот ребенок мучается Он ищет выход И этот выход Мы его не показываем А потом с ребенком происходит Что-то От чего у нас Последние Вовосенки на голове Стает дыбом Сердцу не прикажешь Так народ говорит Глупостью он говорит Ваш народ Сердце такой же орган Как и иные И под властьем Приказу слышим В эфире передача Формула семьи Ваши сообщения Вы можете присылать Через сайт RadioTeus.ru Также, дорогие радиослушатели Вы можете звонить нам В прямой эфир По телефону 8 800 333 17 06 И оставлять сообщения С помощью мобильных приложений Они доступны в App Store В Google Play Достаточно ввести RadioTeus С строку поиска И вы все найдете А сейчас я Быстренько озвучу Наши результаты Соцопроса Вконтакте Вопрос был такой Задан Отмечаете ли вы День защиты детей И варианты ответов Да, гуляем Ходим на карусели Аттракционы В кино И так далее Ответили 29% Да, я дарю какой-то подарок Своему ребенку 4% Нет 29% И у меня нет детей Но для статистики 38% Таким образом Чуть больше половины То есть по 29 и 29 Это у нас 58 58% А, нет Подождите Не то 29 плюс 4 Да, это получается 33% То есть треть Как-то отмечает Ну, цифра не самая Моя сильная сторона Да-да-да, я понимаю Так или иначе Все-таки Про День защиты детей У нас в стране знают Насколько я понимаю Ну, это транслируется Это транслируется Наше государство пытается И делает праздники Какие-то площадки устраивают Какие-то концерты В детском саду у нас Отмечался праздник Дня защиты детей Там все воспитатели Нарядились в каких-то там Сказочных персонажей Там вообще был Целый такой детсадовский ход Вокруг детского сада Было достаточно весело Праздник отмечается Конечно же Попраздновать мы любим Вообще мы любим Народ с праздником Народ с праздником Да, мы вот как-то любим У нас Новый год Там почти две недели У нас тут майские праздники Мы любим У нас много праздников Я уже начинаю путаться Потому что иногда Я уже устаю от этих праздников Потому что Ну, ты сама знаешь Как мы любим праздновать Это же Это когда все И рекрепитесь В понедельник 13 июня Еще День России Все будут отдыхать День России Я буду в Самаре Да, я буду Справлять День России Но, друзья Я вот возвращаюсь К той теме Которую мы заявили Вот Как защитить Как защитить наших детей От самих себя Я бы так вот сказал Как защитить наших детей От нашей темной стороны Родителей и взрослых Которые воспитывают Своих собственных детей Которые воспитывают Которые являются учителями Которые являются воспитателями Детских садов Которые вообще контактируют С детьми Которые что-то вкладывают В ребенка потому что так или иначе мы имеем воздействие на ребёнка. И стоит задуматься над этим вопросом, а какое воздействие мы имеем на ребёнка? Галина из Москвы нам написала, если в воспитании детей нет Бога, то происходят всякие неприятные вещи. Родители своим примером показывают отношение к Богу. И если в воспитании нет его, то воспитывать будут другие улицы, друзья и так далее. Галина, я с вами отчасти согласен, а отчасти нет, потому что воспитание — это такой процесс, потому что, ну... И друзья, и улицы в любом случае будут воспитывать. И друзья, и улицы они будут, но я хочу вам сказать, что прежде всего, прежде всего, вот понимание самого себя и понимание Бога в своей жизни, потому что я знаю христианские семьи, в которых такое воспитание детей, оно хуже, чем в светских семьях. К сожалению, вот к моему глубокому сожалению, и порой я знаю, когда дети уходят из церквей, дети, пастырские дети, служители уходят из церквей, и такая канонада начинается. Просто невообразимая. Конечно же, конечно, да, но здесь мы должны понимать, потому что построить вот эти вот каналы отношений с ребенком, через которых войдет эта библейская этика, вот это библейское понимание, вот через которое войдет сам Бог, потому что если мы сплетничаем, если мы дома ведем себя похабно, и при этом ходим в церковь, это еще хуже, чем мы бы в церковь не ходили. Ну, я продолжаю, и хочу вам сказать следующее. Конечно же, уровень нищеты, это общая неустроенность, это семейное насилие, низкое качество образования, отсутствие социальных лифтов, все это влияет на воспитание наших детей. И, конечно же, сейчас, когда что-то возникает, конечно, куча людей приходит, если там с ребенком что-то происходит в школе, откуда-то сразу приходят какие-то комиссии, что-то сразу слетаются все, только возможно, Астахов звонит и так далее, и тому подобное. До этого вообще ничего нет. Ну, как-то что-то вот произойдет экстраординарное, сразу мы начинаем что-то делать. Это вот как пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот почему-то у нас всегда так. Для того, чтобы поставили дорожный знак, на этой дороге должно... У нас там есть перекресток опасный, я писал несколько писем всевозможные службы, говорю, ну, пожалуйста, тут дети ходят, поставьте светофор. Подписки всевозможные. И я уже в последнем письме пишу, вы хотите, чтобы человек опять, наверное, здесь задавил на этой дороге, вот потом, потом, когда у нас будет такая печальная статистика, мы поставим светофор на крови детей. Ну, вот почему-то так. Вот мы как-то... Вот мы такие, и нас почему-то ничто не берет, пока что-то конкретное, что-то ужасное не происходит. И мы идем дальше, друзья, мы идем дальше, потому что мы должны с вами понимать, что невозможно все запретить. Невозможно запретить, потому что если ребенка, например, унижают в школе, ну что, нам нужно школу запретить? Если ребенок что-то увидел в интернете, нам нужно интернет запретить. Ну, некоторые так и считают, поэтому ставят пароль, детское ограничение. А вы знаете, что интересно? А в какой момент родители, которые ставят вот такой детский доступ, в какой момент этот детский доступ они отменяют? То есть, дорогой мой, тебе сегодня исполнилось 18 лет, пожалуйста, все к твоим ногам. И у ребенка просто крышу сносит сразу же от такого доступа свободы. Ну, он же может пойти к друзьям и может воспользоваться телефоном другого ребенка, у которого нет такого доступа. Мы же все изобретательные, все мы знаем, потому что как это все происходит, и как мы выпускной все справляли. И все, вот как, мы же все это все знаем, что все, у нас вот создается правило, мне кажется, что это опять тоже такое российское хобби, для того, чтобы их обойти. И мы вот как-то соревнуемся даже в этом. Потому вот это опять же где-то у нас на уровне генов, это в крови где-то у нас существует. Друзья мои, вот мы должны понимать, что толкает наших детей к каким-то ужасным поступкам. И почему они оказываются там, где они не должны быть, да? И что с ними происходит? И вот я бы хотел сказать следующее, что нам не нужно обманывать себя, что все сводится к зомбированию, к интернету. Что вот именно через интернет подростки зомбируются и так далее и тому подобное. Если вы не занимаетесь своим ребенком, если у вас ребенок на протяжении суток смотрит телевизор, смотрит канал ТНТ, смотрит батлы или смотрит Дом-2, и вроде как бы это прилично. Если вы не в контакте с ребенком, то не надо говорить о каком-то зомбировании. Вот посмотрите вообще, из чего складывается время вашего ребенка. И сколько вас, вас персонально в жизни вашего ребенка. И вот такая формула, чем больше вас в жизни ребенка, тем ваш ребенок более защищен. Ну подождите, сейчас наши слушатели вот это услышат, придут домой с работой и скажут, так, дорогой мой, все, никаких ТНТ, никаких чего, мы часами будем с тобой вместе. Бесполезно, ты не представляешь. Если у родителей, если у взрослого человека нет навыка, если он не заинтересован по-настоящему сердцем своего ребенка, жизнью своего ребенка, ничего не получится. Есть люди, которые не умеют строить беседу, есть люди, которые не умеют разговаривать. Я встречал в своей жизни таких людей, вот ты начинаешь с этим человеком разговаривать, а он не может с тобой разговаривать, потому что у него не сформировано аналитическое мышление, у него нет навыка общения, навыка анализа. Навыка погружения, навыка рефлексии, интроспекции, погружения самого себя, когда человек вот о чем-то рассказывает, он рассказывает о своих чувствах, о своих эмоциях происходит, он рассказывает там своему собеседнику, собеседник ему, и возникает беседа. Если этого нет, ну ты же не будешь вот просто сядешь и будешь вот на него смотреть. Это очень тяжело. Это очень тяжело. И поэтому я не думаю, что сейчас вот родители все кинулись к своим детям, ну да, они посидят часок, посидят во второй, если это время ничем не заполнено. Вот посмотри, ведь люди, даже одинокие люди, ведь для того, чтобы как-то себя повеселить или как-то себя избавить от одиночества, они включают или телевизор каких-то собеседников, покупают чипсов, пиво, что там они делают. Шум вот этот был информационный, да? Чтобы было ощущение кого-то. Да-да-да. Ощущение чего-то. И здесь, ну понятно, телевизор... 451 градус по Фаренгейту, помните, там были ракушки такие и стены говорящие. Вот это из этой же серии. А сами люди уже перестали разговаривать практически. Вот я о том же. И у меня главный посыл к нашим радиослушателям, если они являются воспитателями, родителями, вообще, как выстраиваются ваши отношения с своим собственным ребенком? День защиты детей, день защиты вашего ребенка. Вы же по-настоящему хотите защитить своего ребенка? А как вы его защищаете? Вы говорите ему, это не трогай, здесь нельзя, туда не ходи, сюда не ходи. Я буду с тобой, я буду тебя водить за руку до 17 лет. Как вы будете защищать своего ребенка от СПИДа? Как вы будете защищать ребенка от несчастной любви? Как вы будете защищать ребенка от алкоголя? И так далее, и так далее, и тому подобное. Нужно объяснять? Нужно рассказывать? Нужно построить взаимоотношения с своим собственным ребенком, чтобы у ребенка был кредит доверия к вам. Чтобы он пришел и рассказал вам то, что у него на сердце, о чем он переживает. Очень важное сообщение от Галины из Москвы. Галина, спасибо, что вы с нами. Есть дети, при наличии детей являются брошенными. Наверное, родители. В общем, есть дети, которые при живых родителях являются брошенными. Живут как растения, нет никакого контакта с детьми. Родители работают, а дома отдыхают и просят детей не беспокоить их. Обидно? Конечно, обидно. И таких детей достаточно много. Потому что эта цепочка, она идет, идет, идет. Она вот как ночевать, эта цепочка в советский период. Потому что так общество наше строили, советское. А ведь создавали ясли. Вот почему создавали ясли? И детей практически, я не помню, сколько месяцев было ребенка, создавали ясли и забирали ребенка. С пяти, по-моему, нет? Ну, может быть, где-то пять-шесть месяцев забирали ребенка. Почему? Чтобы мама работала. Обратите внимание, вот все эти хрущевки, все вот эти строения, которые советская власть строила. Обратите внимание, что кухни были метр на метр. Для того, чтобы быстро что-то приготовить. И делали общественные столовые. Все было настроено не на созидание семьи, а на рассвоение, чтобы была вот эта вот масса. Были трудовые резервы, были трудовые массы. И, конечно, мы черпаем по полной программе сейчас все эти последствия, которые у нас есть. А сейчас у нас садик с трех, по-моему, да? Садик с трех, подготовительственная группа и так далее. Ну, да, с трех лет где-то садик идет. То есть до трех лет мама или папа по-разному. Мама или папа могут уходить в декрет и могут находиться с ребенком и так далее. Но, опять же, ведь я согласен, что ребенок должен, конечно, социализироваться. Ребенок должен находиться там в референтной группе, в группе сверстников. Но, опять, ребенок нуждается в папе, ребенок нуждается в маме. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Да, с вами «Формула семьи», как обычно, 3 июня 2016 года, в пятницу. И Юрий Пожидаев сегодня говорит на тему «Защити своего ребенка». «Защити своего ребенка от самого себя». От самого себя, да. Да, от самого себя. Вот подростковый возраст считается самым тяжелым возрастом. Но это так. И он дается человеку, чтобы сформировать с идентичности, ответить себе на вопросы «Кто я?», «Какое?», «Чем я отличаюсь от других?». И при этом самооценка, вот «Я-концепция» еще достаточно ломки, достаточно хрупки. И отвержение, и критика переживается крайне болезненно. И поэтому одним из серьезных факторов риска становится любого типа хейстерства, ненависти, травля тех, кто неважно что, что-нибудь. Вот я хотел бы об этом поговорить. Вот хейтерство — это, ну, кто такой хейтер? Это враг, это недруг, ненавистник. Это вот слово пришло с английского языка. Потому что хейт — это ненависть. Да, это ненависть. Вот оно пришло, и хейтерство сейчас существует. И вот если ребенок не такой, если ребенок чем-то отличается, если, не дай бог, у него какая-то речевая задержка, и у него какое-то есть там увечие. Да элементарно, даже если все с ним прекрасно, только он полненький. Или он полненький, да. То вот ребенка начинает травить. Вот ребенка начинает травить. И, ну, все дети разные. Или у ребенка, например, бедные родители, они не могут ему позволить купить какой-то телефон. Тот, который надо купить. Или он одевается достаточно бедненько. Ну, вот я, например, в классе, я вижу, да, вот кто из какой семьи, кто какой. И вообще, что в семье происходит. Это по ребенку, вот у меня сын закончил третий класс, и сразу видно, какой ребенок и что с ним происходит. По рисункам я могу это видеть, да. Вот там у нас в классе был один мальчик, который рисовал сцены насилия постоянно в своих рисунках. И я понимаю, что в семье в этой происходит. То есть мы, ну, и вот если ребенок отличается, то он будет вот травим. Его будут уничтожать, его не будут защищать, его будут травить. Но, друзья мои, я к чему это говорю? Ведь дело в том, что вот эта травля начинается из семьи. Я понимаю, что детское сообщество, оно достаточно жестокое. Но вот посмотрите, что ваш ребенок, да, вот он полненький, как Эля сказала. И мы, например, бросаем ему такую фразу. Хватит жрать печенье, бока на... Бока такие наел с такой толстой задницей. Ходишь, вообще в дверь не пролазишь. Вы думаете, вы проявляете заботу? Нет. Вы травите своего ребенка. Вы отравляете ему жизнь. Вы блокируете своего ребенка. Вы отбрасываете своего ребенка от себя. Понимаете, вот когда мы бросаем такие фразы, когда ведь поймите, что все дети разные. Вот, например, есть у кого способность, например, к спорту, а есть дети неспортивные. Не потому что они ленятся, а потому что они просто неспортивные дети. А есть спортивные. Кому дается очень легко Он родился, он такой поджарый Он бегает, он кувыркается, крутится и так далее А есть детям, которым очень тяжело Потому что у всех разный стартап И вот мы смотрим на какого-то передового ребенка И мы начинаем травить своего собственного ребенка Мы начинаем своего собственного ребенка Постепенно, постепенно Сравнивая его с другим ребенком Загонять его в угол И как в песне Богдана Титамира И приятель, посмотри на меня Думаю обо мне, делаю, как я То есть мы начинаем как-то вдавливать ребенка Понимаете? И это кошмар Есть у меня один маленький пример Девочка, 15 лет, значит, училась в 10 классе Она была достаточно полной Мама ей всегда говорила Зачем я вообще тебя такую жирную родила? Ну вот так, собственно, происходили ее будни Пока об этом не узнала бабушка Жили они отдельно Бабушка забрала ее к себе Говорила, что она прекрасная, красивая Начала вместе с ней Делать зарядку по утрам Вместе с ней правильно питаться Вместе с ней пошла в спортзал Вместе бабушка, понимаете? В общем, заканчивает она школу Уже достаточно стройной, красивой В университет поступила Она подтянута и так далее И ее мама Очень обижалась на нее за то Что в заключительной речи выпускника Она благодарила за всю бабушку А на что обижаться Если ты отвернулась от своего ребенка? Ну, мама думала, что она говорила ей правду Говорила ей хорошие вещи И вот, конечно, что девочки особо уязвимые И вот все эти сайты, блоги Которые продвигают фетиш худого и спортивного тела Сейчас это просто... Это фитнес-фашизм Это уже явление такое Да, это неимоверно И образ тела играет очень важную роль В общем чувстве удовлетворения жизни И подростки с их быстро меняющимся телом И так склонны К тому, что у них термин есть Дисморфобия Когда они не принимают свою внешность Прыщи... Ну, понятно, что у подростков У них все пропорционально растет Мальчики Они сначала вверх идут У них такие плечики, длинные руки Большие кисти Очень смутные Ну, как гадкие утята такие Да, да, да Они не пропорционально... Вот это у них является... И вот здесь вот этот спорт Этот жилет какой-нибудь Какая-то реклама Вот везде этот спорт Везде этот культ и так далее Мы пропитываемся этим И начинаем гнобить И вот я подозреваю Что хамоватые Вот какие-то похудальные гуру Отправляют на тот свет Намного больше подростков Чем суицидальные сообщества О которых вот написала статья Эта дама из «Новой газеты» Понимаете, вот то сообщество И вот ребенок должен быть защищен нами Нами защищен Когда мы любим ребенка такой, какой он есть Со всеми его прибамбасами Со всеми его недостатками Когда мы помогаем ребенку Избавиться от чего-то Вставая вместе с ним На эту тропу исправления А не попиваем коктейль где-то Где-то на шизонге Под деревом И заставляем ребенка там Ездить вокруг себя Там на самокате Или прыгать на скакалке Галина нам тоже пишет Спасибо большое за сообщение Мне 67 лет Я своих детей не водила в ясли Не доверяла своих пятерых дочек Никому Я работала на дому И, конечно, посвящала себя детям Спасибо вам за поднятую тему Она очень актуальна Для меня всегда важно Чем живут мои дети Что их интересует Какие проблемы Дети для нас с мужем самое дорогое Они — подарки от Бога Мы всегда следим за словами Которые мы произносим Наши девочки ходят в церкви Старшая дочка с мужем живет в Штатах У нас со всеми доверительный контакт Всегда помогаем друг другу У нас прекрасные внуки и внучки За все слава Богу Спасибо большое Хочется просто хлопать в ладоши Прыгать и радоваться Когда есть такие семьи И, слава Богу, что они есть Хочется смотреть в их сторону Потому что иногда бывает так Что посмотреть некуда Бывает настолько много Большое громадное количество Дисфункциональных семей Что посмотреть некуда И это печально, друзья мои У меня есть к вам вопрос, Юрий Потому что мы говорим сегодня Про защиту детей И недавно на многих таких порталах Наверное, в связи с этими историями Особенно The Village об этом писал Что делать, когда ты видишь на улице Как взрослый, мама или папа Кричит на ребенка, бьет ребенка В общем, проявляет нескрытую агрессию По отношению к ребенку То есть тактично ли сделать замечание Или что? Как вот тебе поступать Человеку, который там живет По совести и вообще Я считаю, что надо сделать замечание Если ребенку Если родитель не в адеквате И кричит на ребенка И я думаю, что Если там родитель начинает хамить Если он нетрезвый Надо вызывать полицию Нетрезвый, понятно Вот идет просто агрессивная мамаша Надо делать замечание Знаете, что вы сделаете? Но вы должны быть готовы к следующему Что агрессия пойдет на вас Лучше на меня, чем на этого малыша Вот, правильно Поэтому вы должны быть к этому готовы Но вы не должны на агрессию отвечать агрессии Вы забираете агрессию на себя Тем самым вы спасаете ребенка Ну, как условно говоря, спасаете Но замечание делать надо Потому что если бы наше общество было внимательно Вот к таким мамашам или к таким папашам Или к бабушкам таким, которые дергают ребенка и так далее То я думаю, что было бы, ну, было бы получше намного Потому что у нас сейчас вот этот вот век индивидуализма Когда мы вообще ни на что не реагируем Я сегодня прочитал ужасную статью Ну, как статью? Новость в интернете, в портале По-моему, в Смоленщине На речке утонула девочка 13-летняя Она пошла с двумя подругами И там речка-то была полтора метра Она не умела плавать И подруги не умели плавать Они звали на помощь Шел мимо мужик Он посмотрел Отвернулся и пошел дальше И девочка утонула Понимаешь, вот Мы настолько Вот мы Не реагируем на детей Вот если я отец Если другим ребенком Вот я всегда понимаю Если какая-то опасность Я вижу, да, у другого ребенка Например, вот ребенок несется на дорогу Чужой ребенок немой Ну, конечно, первое, что ты хочешь делать Это у тебя первое Кто-то отворачивается У нас общество, к сожалению Общество такое И поэтому нужно делать эти замечания Нужно активно реагировать На те события, которые происходят Не отворачиваться Тем самым Тем самым спасая этих детей Ну что, друзья мои Мы Идем дальше Потому что Сегодня вот такая необычная тема Это тема Защити своего ребенка от самого себя Стоит задаться вопросом А какой я-то? А я-то какой? И вообще это Ну, в какой-то степени Это вызывает нонсенс Да Какая-то непонятная такая тема Как это От меня самого Надо ребенка-то защищать Ну, я же хороший Я же папа Я же мама Я же только добра Живаю своего ребенка А нет Порой мы бываем такие Рефлексией надо заняться Рефлексией надо заняться Надо понять вообще Кто я И что я делаю Своим ребенком И какой уровень свободы Я ему даю Вот мне кажется, что порой Не так давно встречался С одним молодым человеком Он там собирается жениться И у него вопрос очень большой А что делать с мамой? Потому что мама хочет жить рядом Вот что делать? Вот мама Она не видит Она не видит жизни Ну, она не видит жизни по-другому Она хочет быть рядом И вот, дорогие родители Вы с ума Пожалуйста, не сходите Отпустите своего ребенка Это не ваша частная собственность Не прилипаетесь вы к нему Отпустите А как это не моя собственность? Я тебя выносила Я тебя родила Я тебя воспитала А ты тут вообще Какое право имеешь? Тварь дрожащая Ну, вот К сожалению К сожалению У нас так К сожалению У нас так И Я хочу вам следующее сказать Что Ведь Первое, что мы должны сделать С нашими детьми Это помочь Нашему собственному ребенку Принять самого себя И вот Когда он не принимает Самого себя Вот такого Какой он есть Это является Первый шаг К суицидальному поступку И порой мы этого не замечаем Или того хуже Вот Порой Что-то мы Мы Начитаемся Да И Мы начинаем Транслировать своим детям Ненависть к телу К своему собственному Да Или к своей собственной внешности Или к каким-то неуспехам Это очень смешно бывает Когда ты понимаешь Что ребенок-то себя уже принял И ему собственно Комфортно А родители не успокоились Конечно Они его будораживают Они там говорят Положи на место печенье Скоро в дверь не пролезешь Нельзя так себя распускать Проследить за собой И вот Увы Друзья мои Я точно знаю Что Такое День за днем Вот Слышат От собственных родителей Девчонки Или мальчишки Но скорее всего Девчонки Из разных Своев Сообщества Звоните в прямой эфир Оставляйте ваши сообщения Мы будем их зачитывать Тема у нас сегодня Защити своего ребенка От самого себя Юрий уже сказал о том Что во-первых Нужно выстроить доверие Посмотреть Вообще какой ты Какой пример ты подаешь ребенку И также Следить за тем Вообще Что твой ребенок делает Чем занято его время И когда он входит В подростковый период Друзья мои Особенно девочки Если Есть какие-то Трудности с телом Если есть прыщи Там есть Какие-то вопросы То Ну Помогите принять ребенку Это все лечится Это все лечится И помогите принять ребенку Вот то Что он такой Он такой Да он полненький у вас Не надо что Анорексичку то есть Девочки делать Ну да она пухленькая Она полненькая Пусть она радуется Жизнь что она такая булочка Но если Хочет все таки Чтобы мама Или даже сама девочка Похудеть Так давайте вместе Ходить в зал А не самому Наворачивать вторую пачку печенья Ты понимаешь Это должно быть Это должно быть Родиться у ребенка В ребенке В подростке Самостоятельное решение Я хочу И поддержать его А не загнать ребенка в угол Который Как в музыкальную школу Порой родители загоняют Или в какой-то колледж Куда-то они загоняют Какую-то несбыточную мечту Они пытаются Свою Свою мечту Конечно Осуществить за счет своего ребенка Друзья Можно привести кучу примеров Когда семья С отцом посылают Подросткам Мощное жесткое послание Не будь таким, какой ты есть Если ребенок чувствителен Если поддержки у него мало Он слышит в этом Не будь Лучше бы тебя не было такого Какой ты есть Вот это послание Как мантру Мы вбиваем его голову Меня не любят И мне лучше не быть И меня не принимают в этом мире И может быть кто-нибудь объяснит Почему нас трясущихся Трясущихся На детьми Пугают Вот эти вот все заявления Вот мы должны как-то Прийти в себя Мне такое ощущение Что порой мы взрослые Мы находимся В каком-то дреме абсолютной То есть у нас есть Какая-то программа Которую мы Вот мы вцепились В этого ребенка Вот мы это Мне это Как токарный станок Утроитель как токарный станок Он болванку это вцепляет И резцом вот это вот Делает из нее ту конфетку Которую он хочет сделать Нам нужно помочь ребенку Вырасти С максимальным набором Всего того Что ему пригодится в жизни И подросткам Нашим детям предстоит Проститься когда-то с детством Выйти во взрослую жизнь А в ней куда-то стремиться Что-то добиваться Реализовывать безумные Какие-то идеи Покорять вершины Вершины Но на практике Огромное число детей Выходит в жизнь Понимая Что их не ждет Ничего хорошего Интересного Вот что они слышат От своих взрослых в жизни Работа достала Начальник идиот Всех задолбал Денег нет Бьешься как рыба об лед И все без толку Друзья мои Вот наша взрослая жизнь Предстает перед нами Бессмысленной Тоскливой Чередой дней Посвященных Всякой дурацкой суете Эта жизнь требует От людей Вовсе не борьбы И поиска А конформизма Прогиба Отказа От своего бытия От своей собственной Самости От самореализации Ради того Чтобы год Скоротать И ипотеку Потом выплатить То есть я правильно понимаю Что первое С чего должен начать Родитель Это принятие себя А потом только научить Ребенка принимать Самого себя Конечно Нужно понимать Самого себя Научиться любить Работу Начальство И так далее Нет Вот смотри Вот чем человек живет Вот я порой В личных беседах Задаю очень такой Интересный вопрос Спрашиваю Ты интересный человек Наверное Как еще ответить На этот вопрос Порой люди говорят Во первых Они ничего не начинают Замолкают Кто-то говорит Не знаю Кто-то говорит Наверное А если Расскажи мне Какой ты интересный человек Это все Это патовая ситуация Для человека Случается Потому что он не знает Что рассказывать Потому что Он никогда не думал Именно в таком ракурсе Потому что У него перед его жизнью Куча вопросов Которые нужно решить Это ипотека Это то Это накормить Это напоить Это все остальное А именно Вот эта духовно-нравственная Эмоциональная Вот другая сторона жизни Ее вообще нет Ее просто нет И вот когда ребенок Сталкивается Со всей этой теневой стороной Жизни взрослого человека Где Где нужно добыть Где нужно обмануть Где нужно вот Все козлы Как жить в этом мире И так далее И тому подобное Вот Ребенку же нужно взрослеть И очень много учиться Стараться Чтобы Впрячься в эту лямку И почитать за счастье Протянуть эти 60 лет Это правда В которой живет ребенок И он понимает Я не хочу туда Я не хочу туда Поэтому у нас все Сейчас кидалты Да Такие взрослые дети Поколение кидалты 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 Галина нам пишет Продолжая беседу Насколько бережно Надо относиться к детям Мы Не собственники детей А родители Причем любящие Берегите себя для детей И детей для себя Согласен Друзья Мы сами Не замечаем Как наша привычка Всегда Ныть Жаловаться Никогда Ничего Не пытается Изменить Готовность Отказаться От своих Смыслов И ценностей Формирует У детей Образ Из большого мира В этот ад В этот ад В котором вы живете И который вы демонстрируете Для своего собственного ребенка Ну вы знаете Юрий Я Мне кажется Не соглашусь В одном аспекте Есть разные Личности Есть разные типы людей Кто-то сдастся И вот Найдет для себя Такой выход А кто-то Посмотрит на все это Посмотрит на то Что родители говорят И скажет себе Не-не-не-не Я так не хочу Я пошел делать все По-другому И выберет для себя Путь развития Конечно я не говорю О стопроцентной вариации Такого Он просто Вы такой мрак Нагоняете Что так все плохо Потому что Я хочу достучаться До небес Я хочу достучаться До родителей Которые Дай бог Слушают нас Чтобы какое-то Пересмысление прошло Потому что Я не хочу просто Просто вот Ну Двигать воздух Перед микрофоном Перед своим собственным Потому что Я когда вижу Встречаю таких Таких детей Я достаточно работал С подростками Продолжаю еще работать С молодым поколением Я встречаюсь Я консультирую их И ну Грустно достаточно Все друзья мои Грустно Просто грустно Есть вот Есть старый анекдот Такой Семья пришла в ресторан Официантка обращается К ребенку Ну Что вы будете Молодой человек Гамбургер и мороженое Отвечает мальчик Тут вмешивается мама Ему салат И куриную котлету Пожалуйста Официантка продолжает Смотреть на мальчика Говорит Мороженое с шоколадом Или с карамелью И ребенок кричит Мама Мама Тетя думает Что я настоящий Вот Мы очень любим Наших детей И мы хотим Самого лучшего Для них Мы волнуемся О них Мы хотим Быть уверены Что с ними Не случится Ничего плохого Мы заботимся О них И делаем это Так хорошо Что они Они уже Не уверены Что существуют Вот Что они Могут Чего-то Сами Что у них Есть собственный А вот На примере Какой выход В этой ситуации Вот я Придумала Такой Если ты Не хочешь Чтобы твой Ребенок Ел гамбургеры А ел Здоровую пищу Но при этом Ты хочешь Сохранить ему Выбор блюда Так отведи его В ресторан Где нет Гамбургеров Выберет Что-нибудь Сам Но полезное Есть масса Опять Собственный пример Есть масса Каких-то вариантов И так далее Ну конечно Мы должны Заботиться О здоровье детей По поводу Здоровой пищи Я все это понимаю Но опять Ведь бывает Тотальный выбор Когда ребенок Вообще ничего Не выбирают Вот мой Паша Которому Четыре года Он выбирает Детский садик Что ему одеть Или например Он всегда выбирает Какую игрушку С собой взять Ну некоторые Я конечно не даю Если она очень большая Я говорю Возьми другую Какую ты хочешь У нас такая Складная такая дорога Такой трек Такой интересный Вот он Позавчера Он намерился ее взять Там Моя жена не разрешила Он опять Он запомнил Это Он обычно все помнит Он опять Сегодня с утра Взял эту дорогу Я понял Что мы тоже Не открутимся Я говорю Хорошо Бери эту железу Этот трек Бери эту Эту дорогу Но не забудь Пожалуйста Принести с собой Вот Ну Принес Нет Вот она не в 4 часа Возвращается Она проконтролирует Попрос после эфира По звоню Напомню своей жене Друзья Это важно Чтобы мы своим собственным детям Ну давали этот выбор Мама одна В Америке Сделала эксперимент Она Дочке своей Сказала Ты будешь выбирать Что я надену Сегодня Завтра И в общем неделю Мама ходила в том Что выбрала для нее дочка Первый день Конечно Это был Ад Скажем так Потому что Это были разные ботинки Это были совершенно Неподходящие Друг другу Брюки с кофтой И так далее И когда мама говорила Дочке Слушай А может быть не эту кофточку Может быть другую Дочка поворачивалась И говорила Нет И маме ничего не оставалось Как надеть именно эту кофточку Зачем был этот эксперимент Чтобы мама почувствовала Что чувствует ребенок Когда она хочет одно надеть А мама одевает ее Как куколку На свой вкус И так далее Ну в общем отношения Поменялись Ну вот да Хороший эксперимент И С начала нынешнего века Произошло многократное усиление Контроля над детьми И мы отслеживаем их мобильники Мы сегодня вспоминали об этом Они выходят из школы Строго по пропускам С нашими детьми Больше Учитель в поход не может Пойти Потому что нужно куча Соголосования Оформление бумаг Сейчас трудно экскурсию Поехать Я не знаю Мне кажется Надо до правительства дойти Дети больше не могут Сами гулять во дворе Почти полностью лишены Свободной игры Только перемещается От кружка до секции В сопровождении бабушки или няни Любое происшествие Связанное с детьми Вызывает массовую истерику И поиски виноватых Начинается сбор Я тоже сегодня об этом говорил И так далее И тому подобное Это же тотальная Несамостоятельность Кем они вырастут Они не смогут Ничего сами сделать Не будет бабушек Нянь рядом Но они-то выросли Всегда Выросли Когда всегда были няни Бабушки И так далее Они не смогут сделать Ничего в своей жизни Не смогут И поэтому ничего не делают Мне кажется Вот дай нам волю Мы бы завернули Наших детей в вату Продержали бы До 20 лет Или еще лучше Засунули бы капсулу Как в фильме Матрица Чтобы они там По трубкам шли Питательные вещества И знания И чтобы их никто Не тревожил Вот тягостно Для подростка Это все И вот в коллективном Бессознательном Заложено ожидание Инициации И испытания Для проверки На право быть взрослым Путешествие в иной мир Диалога с самим собой И ребенок всегда может Спрятаться от своих страхов В объятиях родителя Ребенок жаждет узнать Чего стоит он сам для себя Чего стоит он сам Но родители волнуются Педагоги не хотят отвечать И в качестве инициативы Мы готовы Предоставить им только ЕГЭ И ЕГЭ это вот единственное Где ребенок один С своей ручкой С своим паспортом Друзья мои Мы сегодня говорили О защите детей От самих семей Подумайте Что между вами И вашим ребенком происходит Может быть Вам пора Уйти в сторону И дать ребенку свободу Для того чтобы он Наконец-то был тем Кем он хочет быть Всего вам доброго Большое спасибо Что были с нами А с вами были Юрий Пожидаев И Ольгий Рачепенко Услышимся на следующей неделе Счастливо До свидания Хитростями до магнетизма Счастья и любви Не добьешься Ну тогда скажите Как достичь его Наши эксперты Знают Передача Формула семьи На радио Теус